Продолжим наш разговор про про имена с изменяемым и неизменяемым окончанием. На прошлом уроке мы поговорили про Ираб, про изменяемость окончания слов в зависимости от воздействующих на них амилу, факторов. Приведем несколько примеров из Священного Корана. На примере этого слова «Аль-Китаб», чтобы на практике показать, как могут изменяться окончания слов. Так в суре «Аль-Бакра» мы читаем «УЛАУ АМАНА АХЛЮЛ КИТАБИ ЛАКАНА ХОЙРУ ЛЛАХМ» «Если бы люди в Писании уверовали, это было бы лучше для них». АХЛЮЛ КИТАБИ Здесь мы видим, как слово «Аль-Китаб» является мудлаф и лейхи, вторым членом изофетной связки для слова «Ахль», являющегося в свою очередь мудлафом, первым членом изофетного сочетания, изофетной связки. А как известно, «Аль-Мудлаф и лейхи», вторым членом изофетного сочетания «Маджруру нильбаттата», всегда должен быть состояние «Джар» в родительном падеже. «Аль-Мудлаф и лейхи», признак состояния «Джар» в этом имени, признак падежа «Джар», родителям падежа здесь «Аль-Касра туз-захирату аля ахрихи», явная «Касра» на его конце. «Аль-Китаби», «Касра» буквы «Ба». Другой пример из суры «Аль-Бакура», «Утокменуны бель-Китаби куллих», «Вы веруете во все книги». «Бель-Китаби», здесь мы видим, как перед именем «Аль-Китаб» имеется харф «Джар», «Аль-Ба», предлог родителям падежа «Ба», т.е. харф, ставящее, приходящее после него имя в состояние «Джар», «Аль-Джар», т.е. в родительном падеже. Выражены здесь, в данном слове, «Касры» на последней букве «Ба», «Аль-Китаби». Поэтому мы говорим «Аль-Китаби маджрурум бель-Ба», имя «Аль-Китаб» поставлено в состояние «Джар», посредством харфа «Ба». «У Алама-Ту-Джар» и признак падежа «Джар» в этом имени «Аль-Касра туз-захирату аля ахри» явная «Касра» на его конце. Это было два примера «Бель-Китаби» и «Ахли-Китаби», в каждом из которых имя «Аль-Китаб» поставлено в состояние «Джар» в родительном падеже. И в первом случае «Амель» фактором или управляющим словом, который поставил имя «Аль-Китаб» в состояние «Джар» является имя «Ахль». Во втором случае «Амель» является харфа «Джар» «Аль-Ба» в предлог родительного падежа «Аль-Ба». Следует отметить, что упомянутые два примера отображают те два случая, когда имя может быть поставлено в состояние «Джар» в родительный падеж, а именно «Аль-Мудафу» – первые члены зафетной связки, как здесь слово «Ахль», и харфу «Джар» – предлог родительного падежа, выраженный в нашем примере харфом «Ба». Значит, имя будет поставлено в состояние «Джар» в родительный падеж всего в двух случаях – после «Мудафа» и после харфу «Джар». Приведем другой пример. Аллах не спослал тебе книгу. Здесь у нас имя «Аль-Китаба» – прямое дополнение для глагола «Анзала», то есть «Амель» его фактором, воздействующим на его окончание, является глагол «Анзала». Не спослал кого что, не спослал книгу. Глагол «Анзала» и есть тот «Амель», тот фактор, по причине которого имя «Аль-Китаб» поставлено в состояние «Ан-Назб» в винительный падеж. Он сулбун. У аллах не спослал признак состояния или положение нас в этой имени «Аль-Фатха» на его конце. Значит, в этом примере «Амель» фактором, поставившим имя «Аль-Китаб» в состояние «Анзб» в винительный падеж является глагол «Анзала», являющийся глаголом прощающего времени «Аль-Фа'лю-Мады». Другой пример. «Я салю к «Ахлю-Л-Китабе» ан-туназзала алейхим китабам минас-самай. Люди Писания просят тебя, чтобы ты не спослал им книгу с небес. Значит, «Туназзала китаба» не спослать книгу. Имя «Китаба» здесь является «Мафулем бихи» прямым дополнением для глагола «Туназзала». Значит, здесь у нас «Амель» фактор, воздействующий на окончание этого имени, это «Фа'лю-Мудара» глагол «настоящего будущего времени» «Туназзала». Другой пример. «Я яхья худзил китаба бикува» «О яхья возьми книгу с силой». Здесь у нас имя «Аль-Китаб» также поставлено в состоянии «Насб» в винительный падеж «Мансубан». Но в отличие от двух предыдущих примеров, здесь «Амель» фактором, поставившим это имя в состояние «Насб» винительный падеж является «Фа'лю-Амрин» глагол «повеление», «приказа» «Худз». И, наконец, пример для падежа «Роф» именительного падежа для этого имени, это «ХАДА Китабуна» «Это наша книга». Здесь у нас имя «Китабын» является «Хабр-Мубтадай» сказуемым подлежащему в именном предложении. «Валь-Хабр-Марфуна» сказуемое должно быть поставлено в состоянии «Роф» в именительный падеж «ВАЛАМАТУ РФАИ» признак падежа «Роф» этом имени «АДДАМАТУ ЗАХИРАТУ АЛА АХРИХ» явная «ДДАМА» на его конце «ВАЛАМАТУ ХУНА» фактором, поставившим сказуемым китабом в состоянии «Роф» является «АЛЬМУПТАДАУ ХАДА» подлежащая «ХАДА» Другой аят «ВАИННАХУ ЛА КИТАБУН АЗИЗ» и поистине это писание, величественное писание. В этом аяте имя «Китаб» является «ХАБРУ ИННА» «ХАБРУ ИННА» «ХАБРУ ЧАСТИЦЫ ИННА» которое тоже, согласно правилам арабской грамматики, должно быть в состоянии «Роф» в именительном падеже. Признаком «Роф» здесь тоже будет явная «ДАМАТУ РФАИ» Субтитры создавал DimaTorzok